здравствуйте дорогие друзья только что я попыталась провести эфир но интернет виз и это было просто невозможно проводить поэтому я решила записать это видео я думаю что получится то же самое но к сожалению без нашего общения общаться вы можете в комментариях под этим видео напишите мне кстати свое мнение после того как я изложу свою точку зрения до меня заинтересовал очередной инфоповод когда ольга бузова можно сказать сорвалась на своего бывшего который был в зале в момент когда и вручали премию и в общем то с одной стороны я ее по-женски очень даже понимала в этот момент потому что ну думаю девчонка перепела просто кто из нас не звонит бывшим когда перепьет да вот часто у нас у девчонок даже такая есть такая привычка да мы отдаем друг другу телефон и только не дай мне позвонить бывшему да поэтому конечно же это понятно что у пьяного что у трезвого на уме у пьяного на языке здесь можно было бы сослаться на то что но девчонка перепела с кем не бывает но вы знаете вот по поводу перепоя я сделаю еще один скорее всего еще одно видео не буду я тогда пыжиться с интернетом потому что что-то происходит непонятное с моим интернетом будем разбираться да но я я бы да я бы сослалась на эту версию да но вы знаете вот когда я посмотрела само выступление ольги бузовой да когда она говорила меня насторожили некоторые вещи но в общем то давайте посмотрим вместе и вы сами их увидите дело в том что ольга считает что она очень хорошая актриса но посмотрите насколько она переигрывает давайте посмотрим в этом зале сидит мой бывший муж где-то я тебя не вижу и слава богу конечно но ольга машина машин с галенки как всегда машин с галенки и вы знаете если раньше дмитрий тарасов кусал локти да и что мы здесь видим мы видим что ольга слишком переигрывает нет у нее в голосе отчаяния нет срыва срывающихся но так если бы это был жест отчаяния то это было бы не так а здесь человек перед нами который играет который старается заинтересовать пытается показать всю свою все свое величие да то есть демонстрации идет демонстрация это в общем то надо можно было бы объяснить тем что до перепела там и и так далее но вы понимаете что если бы это было из-за этого да вот по этой причине то тогда там был бы и заплетающийся язык там были бы какие-то другие сигналы тела но здесь мы видим что мало того что он излишне демонстративно она себя ведет она еще и добавляет сексуальный посыл она поглаживает предметы вот этот микрофон поглаживает да вот кстати девчонки берите на заметку тоже очень хорошо работает когда вы смотрите на мужчину и поглаживаете что-то что у вас в руках или возьмите что-то и начинайте поглаживать ох как это заводит мужчин поэтому ольга здесь играет флиртует с залом да в том числе со своим бывшим и в общем то меня насторожило именно это слишком демонстративно понимаете ну а дальше я подумала что делал там вообще этот тарасов да ну как то почему они за все это за эти пять лет впервые встретились думаю наверное он пришел туда со своей женой а потом думаю странно я же слышала что она только родила думаю очень странно что они делают да вот именно на этом мероприятии и тут оказалось когда я посмотрела что рядом с ним совершенно другая девушка я увидела что рядом с ним блондинка и вы знаете мне показалось это лицо довольно знакомым но долго искать не пришлось кто это такая вот пожалуйста еще ее лицо когда они пришли вот или уходили ну вот когда там у них брали у него брали интервью она рядышком стояла да и кто же это такая ну долго не пришлось искать она в том числе как и многое но многие из общественности осудила выходку ольги бузовой это оказывается певица марго так называемая значит певица марго да она осудила ольгу и также обвинила в ну вот как в краже образом да оказывается что образ ольги бузовой полностью похож да очень похож на образ который это самая певица марго использовала в своем клипе кроме того с ней в этом клипе снимался и дмитрий тарасов и вот поэтому они пришли вместе на это мероприятие да то есть как в поддержку этого клипа и тут я поняла что это же неспроста понимаете ну вообще странно тут еще знаете я я нашла эту марго и вы знаете вот то что я у меня была такая мысль что я ее откуда-то знаю оказывается это маргарита овсянникова из дома 2 и я ее даже вот на доме 2 как раз когда я ходила туда экспертом мы ее разбирали как раз был сюжет про нее и поэтому я ее хорошо знаю знаю как героя и как ее историю знаю я помню вот эти вещи которые про нее там говорили я зашла на ее страничку и там она знаете вот такое ощущение что она из-за всех сил раздувает вот эту историю да и меня вот в своем посте она так очень многозначительно дала понять что в общем-то рада что дима сопроводил меня на бал ах как на ах на этих модных торжествах мало свободных и настоящих мужчин зато много злых мачех и вот пожалуйста сердечко как раз такого цвета как была одета ольга бузова да ну такой намек тут же конечно же и анастасия костенко высказала свои и это же дала такой пост который в общем то как сказать можно трактовать по-разному да вот как как посмотришь так и будет да вот такой пост многозначительный такой как бы с одной стороны можно прочитать и подумать ох она обиделась а с другой стороны можно прочитать и понять ох какая она терпеливая да ну то есть вот здесь вот тоже такие несостыковку вот пожалуйста отдавайте вашим близким то тепло в котором они нуждаются они то что вам нужно и на что у вас есть время это про человечность здравый альтруизм смысл поддержки близкого человека заключается именно в этом понять какое действие сейчас нужно от тебя другу любимому ребенку родному человеку казалось бы все так просто правда но нет а еще по-прежнему самое дорогое бесценное время если вам плохо и с вами нет близкого человека то это значит лишь одно ему жалко на вас свое время это значит что он далеко не близкий человек поверьте абсолютно любой может быть бесконечно позитивно так может быть бесконечно позитивными людьми но у них заканчивается зарядка ps я всю ночь читала директ и очень благодарна каждому из вас многие делились своими историями и мне так хотелось обнять каждого отправителя ведь объятия способны на большее чем простое все будет хорошо или это разве повод грустить написала костенко и ее пост тоже можно трактовать по-разному понимаете можно понимать что она вот сейчас только родила ребенка и он ее так бросил да так бессовестно а можно сказать что вот она как бы просто пост написала да потом она спокойно может откреститься и сказать да это я не право не про себя в общем то я просто про тех кого может быть ну кто-то в отношениях может быть несчастлив да то есть вот этот пост можно трактовать по-разному так вот давайте вернемся все таки к этой марго которая ну судя по тому как у нее в каком она наряде была было видно что она беременна да и многие заподозрили что беременна именно от тарасова и тут представляете вот этот финт с бузовой да получается что но просто от ас что происходит но поэтому я решила что имеет смысл копнуть в сторону марго что же это было да ну давайте посмотрим кто такая марго как я ее узнала я как раз была на той передаче вырезку который сейчас вам поставлю давайте посмотрим как раз там собрали все ее похождения все ее подвиги на доме 2 давайте смотреть меня не устраивает тот момент что когда я залез телефон к марго как это вообще в общем там есть переписки которые подтверждают ее прошлое такого прошлого у меня нет так возьми и пройди просто возьми и пройди возьми и поедь и пройди отпусти пожалуйста мою руку да антония отпусти пожалуйста мою руку вы занимались сексом за деньги нет вы лично занимались эскортом вижу видите куда улетел поэтому можно подвести итог такой что да девушка занималась эскортом и вот были у нее мужчины которые ей платили деньги ты хотел ответа ты хотел правды ты ее получил марго я говорю нет потому что это вранье и лесомерие оно будет продолжаться мне напоминаешь маленького ребеночка такого знаешь ну я и так как ребенок такая наивная доверяю людям сараем все ли у тебя закрыто уже вопросы с ним на сто процентов у вас любовь страст и вам нужно жить вместе иди ко мне на кровать побаляемся с тобой чуть-чуть открой глаза твое счастье перед тобой я здесь если нравится кому-то из вас марго то вы за ней выходите твоя улыбка заставляет принимать решения которые заставляют двигаться вперед я не могу оставаться человек тебе нравится харизматичный веселый но как парни я тебя пока не вижу я не вижу тебя я хочу видеть знаешь нас в будущем на самом деле я отношения хочу полноценные отношения я думала привезут коня привезли осла эти цветы для марго ты парень хороший но я сказать что ты мне там настолько симпатич чтобы я готова была встречаться не могу вы мне нравитесь вы знаете у нас малолетки такие а вот вы мужчина марго ты ты уходишь пройти нет почему он пока я тут пока я тут что я тут делать марго парней нет достойных а там есть ну чё ну когда-нибудь тогда мне понравится огромное количество молодых людей ты видишь да абсолютно разных не с одним из них ты не построила долгие отношения и вот недавно пришел парень кстати вот я там увидела как раз вот в этой части экрана я сидела как раз в числе экспертов я помню эту программу помню эту девушку которую тогда разбирали не тогда как раз выяснили ну я не знаю в какой в очередной раз выяснили что она в прошлом эскортница она в общем-то это не отрицала понятно что он пришла она на дом 2 к роману гриценко а значит а марго стала участницей телестройки в октябре семнадцатого года девушка сразу сразу объявила о том что пришла к роману гриценко запомните пожалуйста это имя потому что она я думаю что играет тоже довольно ключевую фигуру но отношения между молодыми людьми не сложились и телеведущие решили отправить овся никого на вторую площадку дома 2 на сейшельские острова то есть в семнадцатом году началась эта история да когда марго пришла на программу дом 2 ну вот ей понравился как раз именно роман гриценко сразу после появления девушки на проекте и и обвинили в том что до шоу она зарабатывала себе на жизнь эскортом и и анкету нашли на сайте эскорт агентства в дубае правда имя ее там звучит иначе марита янг до последнего марго не отрицала со своим вокальным творчеством овсянникова познакомила публику еще на площадке дома 2 2017 году она представила песню под наркозом и выпустила на эту композицию клип еще на кастинге в телепроект марго сообщила что она достойная конкурентка ольги бузовой то есть вот это вот конкуренция с ольгой бузовой началась еще когда марго пришла на кастинг в дом 2 понимаете вот у нее такой флаг можно сказать которым она шла вот пожалуйста ну то есть эта история длится уже давным-давно как мы знаем ольги бузовой но я не знаю в курсе вы или нет в общем я была опять таки свидетелем того эфира когда роман гриценко признавался ольги бузовой в любви но но я так поняла что у них в общем то есть тяга друг другу но много факторов которые не позволили им быть вместе он еще принимал участие в кастинге на как шоу замуж за бузовую по моему даже участвовал да но вот это один из претендентов на руку и сердце ольги бузовой но отвергнутый да и в общем то у них все вот знаете еще чуть-чуть и сложилось и понимаете вот получается что роман гриценко это тот человек ради которого как бы марго пришла на проект а потом она видимо пообщавшись с ним ближе поняла что она ну недостаточно хороша может быть для него может еще какие-то причины либо его сердце занято хотя там на вряд ли так прям они с марго очень похожи вообще по своим я почитала и про него и про нее они очень похожи они очень легко относятся к сексу например извините мои вольности да но вот волшебство это называется в доме 2 да то есть у них волшебство просто для того чтобы поднять настроение они очень легко флиртуют легко разбивают сердца вот такие вот очень люди которые идут по жизни легко без каких-то очень ограничивающих моральных качеств до понимаете о чем я говорю то есть они довольно похожие личности и в общем-то когда вот он пожалуйста роман гриценко о котором я уже говорила вот он рассказывает о том как у него не сложилось с ольгой и как он себя обвиняет надо действительно тут много сожаления конечно же и вот это как раз в тот момент когда ольга его в очередной раз отвергла и он ушел сду из дома 2 из этого шоу давайте посмотрим я облажался накосячил по-честному в какой-то момент подумал что соленой стороны нет особо симпатии и шансов нет и пришла девочка и думаю наверное вот он момент когда может быть стоит как-то попытаться потихоньку олю забывать потому что ну что если шансов нет такая вот у меня мысль в голове бзик такой проскочил все у нас был тет-а-тет и оля приходит и и вместо ожидаемой реакции которая я думал будет от нее она скажет ну все с тобой ясно она начала плакать ром потому что я тебе не верила и я просто наблюдала я не верю мужчина вообще никому не верю и не буду верить потому что происходит этот момент я понял что оказывается это шанс он был а я-то его собственно говоря с успехом профукал жестко так меня накрыло я вообще-то несколько дней ходил там поразговаривать не мог и понял что даже пусть я шанс допустил но все-таки буду жить по-честному если мне искренне нравится сильно воля то буду об этом говорить и пытаться что-то делать и строить отношения с девочками которые не нужны не буду ну вот так вот он тогда покинул эту телестройку дом 2 и в общем-то на этом история совершенно не заканчивается дальше то есть понимаете это вот 2017-18 год и смотрите на марго овсянникова и роман греценка не скрывают свои чувства вот в какой-то момент а именно 27 10 вышла статья когда в которой описывалось что марго и роман встретились уже за периметром да то есть уже в нормальной реальной жизни провели вместе бурную ночь потом там даже куда-то съездили отдохнуть вместе и общественности огласку придала именно марго в тот момент на что роман ему это не понравилось но он сказал ну и ладно бог с ним как бы сказала и сказала ну хотя конечно он выразил свое недовольство тем что она растрезвонила всем о том что они встретились то есть получается что для марго это было очень важно знаете такой пунктик поставить галочку да что я с ним встретилась за периметром значит я ему нужна не только для того чтобы делать рейтинги программы а еще и для того чтобы ну он вам не видит интересный объект да получается что вот вот это дальше проходит буквально немного времени уже вот если в октябре они в 3 в конце октября они встретились и у них все начало опять образовываться образовываться да какие-то отношения то уже 11 ноября статья о том что маргарита овсянникова поставила точку в отношениях с предателем романом гриценко видимо он опять что-то накосячил но в общем-то он за эти отношения и не держался он здесь ну как бы она появилась он ей воспользовался потом когда она решила что он предатель он ее спокойно отпустил то есть вот такие вот у них отношения довольно высокие но где-то на год она конечно пострадала и уже смотрите через год появляется публикация вот 12 декабря 2019 года появляется публикация о том что она встретила олигарха но она уже давно его встретила и вот через год ей уже была подарена квартира за 20 миллионов олигарх это по имени виталий значит там у нее даже есть клип виталий то есть там отношения довольно ну довольно серьезные я так понимаю он ей подарил не только квартиру но перед этим подарил ей машину за 8 миллионов то есть там статья про то сколько ей всего подарил этот виталий ну и она счастлива и довольна получается что в общем то она нашла себе нового покровителя новую любовь возможно и дальше буквально вот проходит сколько три месяца уже 18 марта двадцатого года она становится главным редактором fashion тиви россия а значит и ну такая взаимосвязь ну здесь я думаю что вы видите да что он встретила богатого мужчину он стал дарить ей подарки и кроме того устроил ее скорее всего да вот в этот фэшн тиви но обратите же внимание что такое фэшн тиви да это как раз и есть то мероприятие на котором все это произошло вот это мероприятие это награждение от фэшн тиви вот пожалуйста здесь получается что марго по сути она организатор вот что понимаете вот сходятся все ниточки все ниточки сошлись на том что она стала главным редактором fashion тиви и вот именно на этом мероприятии произошел этот инцидент понимаете вот вот это уже как бы случайность которая явно не случайно но это еще не все вы знаете я посмотрела что-то по поводу фэшн тиви не знаю то ли это не тот аккаунт то ли непонятно вообще что это может какая-то филькина грамота может они только организовывают какие-то мероприятия и больше ничего не делают хотя это же тиви да какой-то я телевизор просто не смотрю может у них там есть канал но вот здесь я к сожалению не совсем разбираюсь да ну вот на ютубе у них канал довольно мощный да не видно сколько подписчиков но по просмотрам они просто бьют все рекорды 74 просмотра 189 просмотров 71 но может быть это просто youtube они не развивают и в общем то поэтому там просто сбрасывают ролики но может быть поэтому может это не их канал ну получается что марго получила ну я так понимаю что организация все-таки довольно влиятельная потому что там организат ну вообще это все из франции да вот это это не просто так но вот я посмотрела просто как еще один штрих портрет туда ну как бы в ютубе они не очень проявлены либо это просто не их канал да если что подскажите мне где их канал мне просто посмотреть насколько это ну или вообще они просто в телевидении да ну в общем вот такая история получилось и получается что происходит вот с марго да получается в двадцатом году она получает такую должность не знаю сейчас она является этим главным редактором или нет но ну она можно сказать хорошо взлетела да и ну вот как она тогда сказала что составит конкуренцию ольги бузовой эту конкуренцию она по сути составила очень даже сильно да но на этом она решила не останавливаться и приглашает на приглашает свой клип бывшего ольги бузовой но кто как не марго знает какие там отношения как задеть или как вообще вырулить ситуацию как сплести интриги потому что дом 2 это сплошные интриги там вот они все там до драк доходит да это же все но как это не не полностью спланировано да но это знаете вот сведение каких-то ниточек это вот такие интриги такие тонкие которые там организаторы все всех сводят да от разными мнениями вот в одном месте да там одному одно на ушко шепнуть другому другое а здесь понимаете она вышла можно сказать уже из дома 2 и вольные довольные хлеба да и здесь она создала тот же самый дом 2 как еще задеть но получается вот еще кто же кто же кто же один из великих людей сказал что а вот вспомнила колумб колумб сказал что он для того чтобы поднять свой авторитет свой рейтинг надо начать ссору с самым крупным авторитетом в этой сфере ну и конечно же она этого авторитета наметила еще тогда когда пришла в дом 2 до на кастинг конечно же этот авторитет ольга бузова и поэтому она берет в свой клип естественно дмитрия тарасова и в общем то этот клип бы прошел незамеченным да но вот тут такой классный инфоповод да получается в клипе он никакой как актером никакой вот я посмотрела он просто как бревно там до него как-то там поснимали клип довольно так сказать дорогой да и но но вот он как актер конечно никакущий но как личность он самое то что нужно было ей для того чтобы продвигать свое творчество а цель конечно же ольга бузова а и получается что марго приглашает всех на свое мероприятие получается именно fashion тиви организовывает это мероприятие и на него приходит ольга бузова да это что касается вот этой всей организации я не знаю тут что женская месть за то что вот с этим ромой не получилось да потому что судя по всему марго была более заинтересована в их отношениях не знаю может быть он есть что-то сказал что вот не может он забыть эту олю или еще что то я не знаю либо просто знаете ты виноват лишь в том что хочется мне кушать и поэтому она избрала ольгу как человека который ее продвинет на олимп пищевой цепочки да но тем не менее вот получилось так что марго сейчас имеет определенные цели и кстати по нумерологии я посмотрела у нее цели просто наполеоновские но это я в конце вам все расскажу но давайте посмотрим что после этого мероприятия сказала ольга и она нам еще несколько ключиков подскажет то есть понимаете вот эту всю структуру до которую ну как бы нам не показали но которая подспудно проходила вот это вот все красной нитью проходила именно эта история давайте еще сейчас посмотрим на ольгу и где уже сможем сделать какие-то выводы потому что здесь вот прям за ну ольга дала нам таки много разгадок когда после этого мероприятия она записала stories про то что с ней произошло давайте послушаем что она сказала лёш воробьев было бы странно если бы те кто появился там не знал что я там буду как раз таки я не знала видите и кивок я не знала а вот и неправда видите вот она пивает она кивает когда говорит я не знала знала она все знала она что будет там кто там будет и вообще она все знала вот это вот она пусть не врет вот это первый момент который хочу чтобы вы обратили внимание дальше что-то будет за личности и организаторы могут подтвердить и мои слова а кто организаторы организаторы марго до которой получается которую она не называет но смотрите тут две версии рабочие либо по-женски она действительно заревновала зная репутацию марго заревновала своего этого бывшего да но хотя уже пять лет прошло у нее уже были отношения тем же давай хотя конечно судя по тому что что дальше это дава стал делать конечно же тут уже начинаются ну вот прям большие сомнения в том что это были настоящие отношения но тем не менее понимаете пять лет прошло но отпустить скорее всего она уже давным-давно этого тарасова отпустила и и что вот эту тему мусолить как бы уже не не то но даже если допустить что она его не отпустила то смотрите какая вырисовывается картинка она хорошо знает марго хорошо знает кто организатор вот этого фэшн тиви и здесь может быть она ну вот как как девочка до решила взять реванш до вырядится вот так вот как в такое платье да и показать себя да она действительно очень великолепно в этом наряде выглядит да вот это body вообще шикарная фигура у нее я всегда с восторгом смотрю как она одевается да и и здесь конечно же она показала себя во всей красе это понятно но вот понимаете сейчас отсылка к организаторам как бы совсем неуместно понимаете получается что отсылая к организаторам она на тем самым ну говорит что с организаторами она заодно в таком случае вот эта версия что она против этой марго выступила здесь уже не совсем уместно но тем не менее как вариант берем да мы идем дальше я всегда стараюсь я стараюсь избегать места где находятся люди с которым бы я не вот это вот очень интересный жест когда человек поправляет очки да это действительно жест манипулятор да это ее волнует всегда когда на мероприятии кто-то кто ей не нравится она старается этих мероприятий избегать и смотрите вот очки это же прозрение да она как бы присматривается внимательно кто будет да то есть для нее это важно это акцент на который она обращает внимание да и поэтому мы делаем но здесь действительно это правда кстати должна вам сказать если хотите что-то соврать говорите как можно больше правды вплетайте в большое количество правды немножко уже это будет очень хорошо восприниматься понимаете чем больше информации правдивой вы дадите тем больше туда можно внедрить маленькие крупицы уже вот что ольга и делает часть правды нам конечно же говорит да действительно для нее важно кто уходит на мероприятие но это не вся правда и хотела к примеру видеться и все это прекрасно знают это абсолютно нормально то есть для нее это дальше волосы шеи это беззащитность волосы полюбуйтесь мной я такая принципиальная такая классная да все меня слушают ну то есть это еще поднятие авторитета для истероида да но мы понимаем что перед нами истероид и это понятно да друг другой бы не выдержал такого ритма жизни да только истероид вот на этом месте мог мог бы быть да поэтому ну что понятно что не хочется лишний раз трепать себе нервы и так далее дальше по поводу моего наряда который так наделал шум и все женщина одна не может успокоиться для меня его специально шили ну конечно специально шили но здесь понимаете вот по поводу наряда это же точно неспроста понимаете вот учитывая сколько вот этой вот подоплеки мы с вами сейчас нарыли да не то что она пришла в этом платье такой как бы жирный намек но я допускаю что это женская месть до или женская какая-то интрига с ее стороны до что вот надеть это платье и показать что я лучше но в любом случае ей это платье сшили конечно же она не купила его ваша не там или где-то еще да это понятно что решили другой вопрос кто руководил этим процессом да и вот здесь вот как раз закрадывается очень интересная версия да ну давайте дальше и если я свои иногда stories не успеваю записать уж точно я не смотрю клипы и уж точно я не заказываю точь-в-точь наряды которые где-то там были вот эту прекрасную шубу с капюшоном для меня специально изготавливали вместе с боди и я вышла сказала то что я чувствовала я человек который живет смотрите пошло много эмоций то есть сначала она высказала ту информацию которая была недостаточно приятно недостаточно легитимна для нее да ей надо было выдать часть правды часть неправды до чтобы это было красиво поэтому она была довольно напряжена а дальше она уже пошла рассказывать как правду да вот здесь вот уже пошла четкая правда да и вот она сейчас продемонстрировав челюсть нам говорит но я вообще-то не простая девчонка да вот то есть здесь уже пошло я да вот это я на пьедестале и так далее эмоциями очень самобытно в этом плане говорит что думаю всегда и я вышла и через две с половиной уже уехала уехала заниматься дальше своими делами у меня был прекрасный ужин продолжение вечера на следующий день и мне очень рано нужно было вставать в общем это было и было и ну произошло и произошло и я к сожалению вашему а вот здесь вот самое ключевое смотрите идет натягивание одежда и что она говорит не все могу рассказывать про некоторых людей вот видите она натягивает одежду и вот это вот сейчас будет натягивание посмотрите не все могу рассказать про некоторых людей и вот это ключевой момент ключевой момент я вам сейчас все скажу потому что это не просто так это вот вот реально вот здесь вот я думаю что причина всего зарыта это как раз то чего она не может говорить действительно так но мне так смешно сейчас за всем этим наблюдать волосы то есть получается что есть смешно за этим наблюдать это действительно так потому что действительно такой инфоповод создала но в принципе сейчас ее пообсуждают да что она там не забыла бывшего что она там опростоволосилась опозорилась да ничего подобного ребят она не опростоволосилась и не опозорилась вот эта версия с тем что марго ей там мстит или еще что-то ну как бы ну вот процентов на 20 вот я думаю что могла бы быть я думаю что дело совсем в другом а дело в том что они все вместе сговорились потому что даже невзирая на то что там допустим на том доме 2 кого-то из участников там племели как-то позорили но вот эти вот инфоповоды раздували на пустом месте на самом деле они очень хорошо дружат вот как как я наблюдаю да там на этом доме 2 они друг на друга кидались драками и все такое а сейчас смотришь и они друг другу ходят в гости они совместные какие-то стримы записывают этом контент создают вместе понимаете вот после того как они там как бы срались по полной программе здесь получается что они лучшие друзья вот я предполагаю что на доме 2 они как бы познакомились до сдружились и можно сказать что они такая команда компания можно не команда компания которая в общем то при случае могут как-то сделать такую коллаборацию да и перед нами сейчас произошла именно коллаборация коллаборация двух людей но думаю что марго приплатила что-то бузовой потому что но если учитывать уровень до популярности количество подписчиков одно и другое то думаю что это было за деньги скорее всего но тем не менее смотрите сколько выгоды получили каждый из них но должна отметить что мы уже наученные горьким опытом как бы не побежали все смотреть клип этой самой марго например в которой в котором она в этом кроме меня конечно мне просто было интересно она в таком же наряде до выступает вот ее клип эйфория где снялся этот самый дмитрий тарасов значит вышел 17 декабря до 21 года на момент когда я туда зашла было 916 тысяч просмотров кроме того даже дмитрий тарасов выпустил клип и этот клип вышел 15 декабря 21 года но правда у него просмотров совсем мало но тем не менее он свою плюшку тоже с этого поимел до 27 тысяч просмотров а дальше буквально вот недавно ольги бузовой тоже вышел клип на момент когда он вышел значит 23 я на следующий день смотрела 216 тысяч просмотров да то есть там за сутки или чуть меньше она набрала но бузово это бузова да это на ю тубе только понимаете у всех троих участников вышли клипы да поэтому здесь в общем-то и к бабке ходить не надо что это чистейший пиар не знаю кто там на каком уровне договорился на они между собой договорились и либо это их пиар менеджеры или там продюсеры либо ну вот у марго же насколько я понимаю тут хороший спонсор до появился и беременна она скорее всего от него но вот странно она в каких-то публикациях обещала обнародовать его фотографию обнародовать кто это но этого так и не произошло не знаю снимана или с кем-то другим но явно тут ребенок не от дмитрия тарасова то что он в этот скандал ввязался да но может быть анастасия костенко была не совсем за и поэтому они сейчас отписались на какое-то время ну конечно же семья не распадется конечно же они померятся и в общем-то это чистейший пиар я я так считаю ну либо ну вот 20 процентов вероятности что марго все-таки выполнила свое обещание и ольгу пузову будет подвигать а почему она так в нее вцепилась вот мне было интересно и поэтому я посмотрела еще по нумерологии вообще что это за фрукт такой марго маргарита овсянникова и вы знаете вообще конечно меня поразило душевное побуждение 33 то кто у меня учится на нумерологии вы понимаете о чем я это просто знаете амбиции которые зашкаливают это человеку вообще невозможно невозможно жить потому что и ее всегда изнутри будет колбасить по полной программе потому что ей нужно покорить весь мир ей нужно выйти замуж за принца ей нужно все самое лучшее то есть перед нами человек которому всегда всего будет мало это просто знаете причем смотрите здесь у нас и экспрессии жизненный путь 13 то есть это трудоголик в кубе в квадрате в абсолюте да она к своей цели будет двигаться всю жизнь и ничего не остановит на пути к цели поэтому надо действительно перед нами человек который будет всегда всех двигать и все равно вообще какие-то не знаю она она по костям пройдет лишь бы достичь своей цели то есть у нее цель просто стать президентом вот это вот точно знаете ну либо я не знаю каким-то самым-самым главным человеком поэтому ожидайте от этого человека еще много много интересных инфоповодов да не знаю было это все спланировано или это было местью бузовой да или даже не местью а планом да то есть как я сказала ты виноват лишь в том что хочется мне кушать у меня такое большое душевное побуждение что я просто не могу себя остановить да но этот человек нам еще покажет до себя что касается бузовой вот здесь как раз она посмотрите мне личность 11 то есть ее воспринимать вот мы все воспринимаем ее как бы полу богом да вот каким-то сверхчеловеком здесь получается что имидж у нее намного лучше чем ее устремление ей в общем-то это не особо и надо вот здесь как раз наоборот история получается что марго будет всегда продвигаться идти по по трупам по костям по головам да она будет идти и ее имидж будет не дотягивать до того что она вытворена вот не вытворяет а что она делает вообще для того чтобы прийти к этому успеху то есть мы не будем видеть части ее работы да а здесь вот бузовой достаточно просто не знаю там устроить инфоповод и все сразу встрепенулись все сразу стали об этом говорить вот это вот личность 11 личность пастер число а душевное побуждение у нее довольно спокойно и получается что ей в общем-то достаточно копать вглубь да вы знаете как она тщательно подходит к своим творческим этим устремлением да она там и шоу делает грандиозная да и танцует и берет уроки вокала да то есть она на самом деле она вот больше как сказать вот за счет того что она копает очень очень глубоко до семерка это про то что копать в глубину да вот становиться очень глубоким специалистом она действительно идет по своему пути да для нее очень важно стать именно специалистом мы ее воспринимаем чуть лучше но в этом и фишка как раз ольги и знаете фишка еще ольги в том что у нее экспрессии жизненный путь девятка то есть она всегда будет социумом ну в нормальных отношениях в отличие от марго марго как раз социум не особо будет любить понимаете вот здесь вот как раз и любовь публики и вот эта душевность вот эти слезы в нужное время ольги есть да а у марго этого нет она она актрисуля она да действительно она умеет показать свою глубину она умеет показать до себя вот с точки зрения хорошего профессионала может быть даже и поет она чуть лучше но тем не менее ее устремление намного дальше чем просто стать певицей там или еще мы и мы они еще узнаем вот такая вот такие у нас сегодня гости такие у нас сегодня новости да если хотите разобраться в своих каких-то людях которые вас окружают можете тоже присоединиться под видео ссылочка на нумерологию которую я только что разбирала значит за 990 рублей можете нумерология называется совместимость можете формулу души но в общем если вам интересно учиться разбираться в людях с этой стороны то пожалуйста в элка да что касается этой истории то как вы видите здесь все намного глубже и все участники действительно подтверждают то что ну как бы здесь это же неспроста да и фигурирует ли здесь неразделенная любовь к роми или нет но уже это и не важно важно что перед нами конкуренция двух женщин и а марго мы точно еще узнает вот я уверена что у нас скоро будет не только ольга бузова но и марго вот такая история да спасибо вам большое за внимание сейчас выложу этот ролик не забывайте подписываться на мой канал не забывайте ставить лайк видео писать комментарии да кстати напишите свою версию вот как вы видите эту историю может быть я чего-то не учла мне очень интересно ваше мнение по этому поводу да до новых встреч и ближайшее время я еще одно видео запишу скорее всего это будет через видео по поводу зеленого змея потому что у меня там есть сигналы тела которые которыми я хотела бы с вами поделиться как ну там вот еще одного героя вместе с бузовой хочу разобрать и тоже будет довольно интересно надеюсь что это видео вам понравилось люблю вас всех очень сильно пока пока